Добрый вечер, доставка еды. Вы сейчас находитесь дома? Все, я уже подошел, сейчас позвоню вам в подъезд. Доставка еды, отходите здесь, пожалуйста. Мы стали держаться на расстоянии от клиента, также мы стали уже фотографировать свои заказы. Допустим, приходим к клиенту, доставим сумку из заказа, естественно, ставим сумку возле двери, отходим на несколько метров, сверху сумки ставим, и клиент уже сам забирает. Раньше мы передавали из рук в руки, теперь такого не происходит. Ну, у нас есть возможность работать, и люди хотят есть, в общем-то. Они не могут сходить в свое любимое кафе, для этого есть, в общем-то, мы. То есть, в какой-то мере облегчаем жизнь. Все реально, некоторые не выходят из дома, боятся выйти. Некоторые просто из личных причин. Именно поэтому все-таки какое-то есть чувство, что я полезный, и поэтому я продолжаю это делать, не боясь. С некоторой тревогой такое есть волнение, да, по поводу нынешней ситуации, которая сейчас происходит. Но стараюсь иметь позитивный настрой, чтобы все будет хорошо. Ну, потому что достаточно, да, соблюдать правила гигиены, самые элементарные. И в конце концов, мы же не работаем, не как врачи там в инфекционных больницах. Мы не контактируем с больными людьми. У меня паранойя просто мыть руки. Также я промываю лицо, так далее, меряю температуру. Раньше этого никогда не делал почти. Потому что чувствую себя хорошо, на всякий случай. И, естественно, ну, стал чаще стирать одежду. Соблюдаем меры предосторожности. Обрабатываем руки антисептиком. По возможности, пользуемся масками одноразовыми. Буквально один человек просто, не в том месте, не в то время, он пришел близкий, близкий сотрудников, и все, это пошла волна. Но все-таки, да, масштабы этой инфекции, даже вируса, правда сказать, очень пугают. Субтитры создавал DimaTorzok